С момента присоединения Чешской Республики к Европейскому Союзу прошло почти 10 лет. Эта страна сегодня заняла достойное место в ЕС. Главы государств и правительства регулярно выбирают Чехию местом проведения своих встреч. Туристов привлекает недорогой отдых и множество достопримечательностей. Сами же Чехии связывают присоединение к Объединенной Европе с серьезными переменами к лучшему. Хотя изначально в Чехии к евроинтеграции относились неоднозначно. «Ни для кого не секрет, и это подтвердит любой экономист, что выход на новый рынок и стремление соответствовать качественно новым стандартам позитивно скажется на товарах и услугах. И в конечном счете потребитель от этого только выиграет». Для того, чтобы национальные товары и услуги оставались востребованными, большинство производителей к евроинтеграции готовились загодя, обновляли техническое оснащение, выстраивали свою работу так, чтобы соответствовать европейским стандартам. «Со вступлением Чехии в Евросоюз существенно повысилась конкуренция продукции на европейских рынках. Но мы к этому серьезно готовились, формировали команду профессионалов, выстроили работу так, чтобы соответствовать нормативной базе и требованиям к производству продукции». Предприятие занимается сельскохозяйственной деятельностью, производит пиво, минеральные удобрения, выращивает и очищает мак. Компания со штатом около 150 человек и годовым оборотом порядка 20-25 миллионов евро является представителем среднего бизнеса. «Вы велали бизнес от вступления Чехии в Евросоюз? Скажу на нашем примере. Сегодня у нас масса амбициозных проектов. Мы продаем нашу продукцию не только в пределах страны, но и в Европу». «Не могут не радовать население и те инновации, которые используются в медицинской сфере. Пражская скорая помощь в буквальном смысле «скорая». 120 секунд на то, чтобы выехать к больному с момента его звонка, до 20 минут, чтобы добраться на место вызова. В эти фантастические по украинским меркам нормативы чешские медики укладываются с легкостью». «Чтобы добраться к пациенту в Праге, предусмотрен лимит – до 20 минут. Но, как правило, мы приезжаем на место вызова в среднем за 7 минут». Чтобы соответствовать европейским стандартам, скорая помощь Чехии тоже готовилась заранее. Первая кардинальная реформа произошла еще в 1985 году. Вместе с тем, евроинтеграция подарила медикам ряд сложностей, связанных в первую очередь со страхованием. «После евроинтеграции границы Чехии открылись, и ежегодно к нам приезжают все больше иностранцев. В результате возникает серьезная путаница со страховыми выплатами. Но вместе с тем, нельзя не сказать, что со вступлением в Евросоюз у нас появился доступ к грантам ЕС. Мы смогли улучшить образование медиков и техническое оснащение». Скорая помощь в Чехии оснащена по последнему слову техники. Например, вот этот электромобиль предназначен только для узких пражских улочек. А этот медицинский транспорт используется при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. «Это такая полевая ординаторская. Здесь медицинский персонал, даже находясь на месте происшествия, имеет возможность собраться, чтобы проанализировать и принять решение по важным вопросам». Ординаторская, души, санузел, каталки, запасы медикаментов и даже кислородные маски. На борту этого транспорта есть все, чтобы работать прямо на месте несчастных случаев. В частности, здесь оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим в наводнении этим летом. Развитие медицины, как и науки в целом, в Чехии уделяют особое внимание.